Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют». Сеть салонов «Веди оптика плюс». В прямом эфире ТВ Кома «Новости дня» в студии Юлия Пермякова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко расскажу о главных событиях, которые произошли в республике и ее столице. Обрушилась крыша общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Из-за крупного пожара в торговом центре «Гвоздь» пришлось перекрывать сразу несколько улиц. В Кабанском районе Бурятии произошло страшное ДТП. КамАЗ выехал на встречную полосу движения. Сколько людей пострадало, расскажем в рубрике «Горячая линия». На северо-западе Улан-Удэ закрыли 4 котельные. Как теперь будет идти подача тепла в районе стеклозавода? Сегодня с пяти часов утра в Улан-Удэ перекрыли сразу несколько улиц. Причина – крупный пожар, который не могли потушить почти 12 часов. Мебельный магазин, СТО, сауна и еще с десяток организаций все и сразу сгорело под одной крышей торгового центра «Гвоздь». На месте происшествия работала наша съемочная группа. Все подробности у Андрея Слепнева. По словам очевидцев, пожар торгового центра произошел с обратной стороны здания. Сначала огонь перешел на крышу, а уже после крыша и вовсе обвалилась. Сейчас на месте работают более 70 человек МЧС и около 40 единиц техники. Все силы брошены на то, чтобы как можно скорее ликвидировать возгорание. Крыша загорелась на площади 10 тысяч квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли на улицу 6 человек. Чуть позже огонь охватил практически все строение. Проблема этого здания в том, что здесь находится плотная застройка различных магазинов техники, мебели, СТО и автомойок. Например, во время пожара в одном из СТО находилось множество машин. К счастью, работники успели выкатить их на улицу, но все равно часть из них успела, хоть и незначительно, но пострадать. На месте вел свою работу оперативный штаб. Они здесь здания проверили, туда в глубину 3 метра. Они вот сейчас здесь работают, получается... Они вот здесь обследуют сейчас вот это. Они сказали, там деревянные полы, они дальше не пойдут. Усложнил пожар и жизнь автолюбителям. Из-за возгорания перекрыли проезд по улицам Лебедева и Жердева. На интерьере всех, кто двигался в сторону Трубачеева, разворачивали и отправляли через 18-й квартал в объезд ПТСК, химчистки и другим дорогам. Само же тушение огня было затруднено сложной планировкой здания. Стены наружные, железобетонные, внутренние перегородки, частично гипсокартонные, частично широкоблок, кровля металлическая. В результате большой температуры произошло частичное обрушение кровли. В настоящее время ведется тушение пожара. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 22 тысячи квадратных метров. В общей сложности на месте работали 126 человек и 32 единицы техники. Что стало причиной крупного пожара, еще предстоит выяснить. В прокуратуре республики уже возбуждено уголовное дело. В прокуратуре республики организован контроль за ходом проверочных мероприятий по установлению причин возникновения пожара в торговом центре Гвоздь. В настоящее время правоохранительными органами проводится осмотр места происшествия. Органам дознания МЧС возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре республики. Также открыта горячая линия для пострадавших предпринимателей. Телефоны вы видите на ваших экранах. Андрей Слепнев, Баток Гармын, Евгений Павлов. Новости дня. Еще один пожар в Баргузинском районе Бурятии, где погибло два человека. Практически массовое ДТП. КАМАЗ, который вылетел навстречу. Об этом и других происшествиях за минувшие выходные мы расскажем в рубрике «Горячая линия ТВКОМ». В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина. В минувшие выходные загорелась квартира по улице Чертенкова. В ходе тушения пожара в одной из комнат звездом газо-дымозащитной службы было обнаружено тело мужчины 1952 года рождения без признаков жизни. Предварительно причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Пожар унес жизни еще двух человек в Баргузинском районе. В момент прибытия пожарных горели на дворной постройке и дом. В ходе тушения внутри дома были обнаружены тела мужчины и женщины. Пожар ракетировано на площади 94 квадратных метра. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. А это жуткие кадры аварии в Кабанском районе. Водитель КАМАЗа протаранил несколько машин. В момент ДТП попал на камеру видеорегистратора. Мужчина 1988 года рождения, управляя автомашиной «Лада Гранта», следуя со стороны города Иркутск в направлении города Олунде, предварительно не выполнил требования уступить дорогу транспортному средству, совершил столкновение с автомашиной «КамАЗ». После этого водитель «КамАЗа» выехал навстречу и врезался в машину «Равон». А в это время «Лада Гранта» по инерции, по касательной задевает автобус. В ДТП пострадали два человека. При Байкальском районе машину практически разорвало пополам. В селе Татаур в автомобиль врезался в опору. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В минувшие выходные на Бурятию обрушился снег. И статистика ДТП заметно возросла. Только за три дня в республике произошло почти 90 аварий. Водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Им следует особенно внимательными быть на дороге. Неукостительно соблюдать правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Игтина Иллистратова, Валерия Смольникова. Новости дня. Бурятия оказалась 69-й в стране под доступностью съемного жилья. Агентство Реарейтинг составило список из 85 регионов. Оказалось, что позволить себе квартиру в аренду в нашей республике могут только 39% семей. И это при условии, что общий доход составляет в среднем 98 тысяч рублей в месяц на четверых. В соседней Иркутской области таких семей больше 62,5%. В Забайкале 40,5%. А возглавляет рейтинг Кемеровская область с показателем в 70%. Тонны золы и смог. Все из-за четырех котельных, которые ежегодно засоряли воздух в северо-западной части города. Наконец-то их признали неэффективными и закрыли. В следующем материале расскажем, как теперь будет поддерживаться тепло в районе стеклозавода и как реализуется программа «Чистый воздух». Город Улан-Удэ. Здесь с приходом холодов, особенно по утрам, дым от труб легко спутать с туманом. Смог выдает только запах. Борьба с загрязненным воздухом в столице ведется по нескольким фронтам. Частный сектор – замена печного отопления на электрическое, а с котельными – отдельный разговор. Например, в северо-западной части города закрыли сразу четыре дымящие трубы. По этому поводу, несмотря на выходные, на самом энергоузле собрались первые лица города и республики. Здесь и градоначальник, что до начала мероприятия успел попить чай. Не вовремя, а сейчас снимать. Нам наоборот вовремя. Давай, давай. И глава региона, что, как говорится, с корабля на бал. Обратите. Сейчас вводили в такой путь, да? Мы сейчас наоборот встать. Мы сейчас снимем и закроем. А потом все там будет уйти. Через пару мгновений красная лента будет разрезана. И начнется экскурсия по современной котельной. Трубы стеклозаводов отсюда видно. Они не дырят. 340 тонн выбросов в год у нас идет снижение. И полная автоматизация. То есть эта котельная работает без людей. Другими словами, это больше насосная станция, чем классическая кочегарка. Все тепло с ТЭЦ этот энергоузел разгоняет дальше по домам и улицам. Котельные, что отправились на заслуженную пенсию, были морально устаревшими. В качестве топлива потребляли мазут и уголь, что не очень хорошо для экологии. Чтобы закрыть эти дымоходы, улан-уденцы все лето терпели перекопанные дороги. Мы от котлов ТЭЦ-1 практически до начала стеклозавода не просто модернизировали, а фактически построили новую тепломагистраль. С увеличенным объемом, с увеличенным диаметром, с новыми системами управления. Это значит, в самые лютые морозы жители железнодорожного района получат своевременное качество и стабильное тепло. Ну и, конечно, мы продлили тепломагистраль дальше, стеклозавод. Теперь и весь участок стеклозавода может подключаться к централизованному теплоносителю. Мы получили на этом из Фонда национального благосостояния России более 500 миллионов рублей. Республика получила инфраструктурный бюджетный кредит 1,2 млрд. Этот плит, он возвратный, мы его будем возвращать в течение лет, многих, так скажем. Но он по льготной ставке, то есть для нас это, так сказать, подъем, мы с этим можем справиться. Всего же на тепло бессмога для жителей севера-запада Улан-Удэ было затрачено более 2 млрд. рублей с учетом инвестиций самой теплогенерирующей компании. Осталось привести улицы, где велись работы, в порядок. Буквально в течение этого месяца мы завершим все работы по благоустройству, потому что основной объем уже выполнен, выполнено асфальтирование. Асфальтирование выполнено на 26 тысячах метров квадратных. Это достаточно большой объем. Планы по работе над чистой атмосферой грандиозные. Власти намерены закрыть около 200 котельных по всему Улан-Удэ. Принцип остается тот же. Для полной картины нажатие на красную кнопку, как символ первых выполненных шагов, навстречу свежему воздуху и бесперебойному теплу в домах. Чтобы и дальше двигаться в направлении комфортного и удобного города, нужен сплоченный коллектив. Очень радует, что нашей команде удается постоянно работать по модернизации и по строительству новых инженерных сетей. А это значит, мы сможем обеспечить наших горожан теплом, уютом. Боярцы Деповжар, Галцерин Дашиев. Новости дня. Современная, модная и просто красивая. Всеми этими словами можно описать новый корпус 55-й школы, который открылся в Забайкальском микрорайоне. Мой коллега Андрей Слепнев окунулся в ностальгию школьных лет и готов рассказать о том, как будет устроен учебный процесс. В микрорайоне Забайкальский настоящий праздник. Для детей открыли новый, современный и просторный корпус 55-й школы на 360 мест. Теперь ребятам, чтобы грызть гранит науки, не придется ездить в другие образовательные учреждения. Попадая сюда, будто бы оказываешься в европейской гимназии. В каждом классе есть современное оборудование для занятий. Даже в музыкальном есть инструменты на любой вкус. Ребята могут развиваться всесторонним. Здесь есть кружки робототехники, а еще тут можно научиться управлять дронами. А кабинет физики и астрономии так и просто – космический. Благодаря поддержке президента, потому что Владимир Владимирович в рамках общенациональных проектов, в рамках адресной помощи по республике Мурятия, дает нам возможность строить школы, детские сады. Вот эта школа в том числе здесь построена на 360 мест в одну смену, 722 смены. Цена школы практически миллиард рублей получилась. На самом деле, конечно, это просто класс. Это мечта любого ребенка, учителя прийти в новую школу, да еще в такую красивую, удобную. Поэтому мы здесь воочию видим, что программа, которую начал президент нашей страны Владимир Владимирович по его указанию, она работает. Вот очередная школа у нас в республике открывается. В трехэтажном здании есть библиотека, актовые и спортивные залы. Самое главное, что дети возвращаются из других микрорайонов, в основном из центральной части, в энергетике, вот много детей училось, квартала, центральная часть, и еще этот процесс будет продолжаться. То есть вот школа сегодня на 360 мест, новая, современная, и сегодня это знаменательное событие. Я хотел бы вот поздравить всех. В 1950 году школа находилась в двухквартирном доме в одной половинке. В одной комнате учились три класса, а сейчас такая красота. Поздравляю, желаю развития, процветания, а вам новых побед. С праздником! Обустроили и территорию, прилегающую к школе. Очень долго ждали эту школу, несмотря на то, что она построилась в кратчайшие сроки, буквально за год с небольшим, подрядчик возвел это здание. Здесь строительство достаточно было такое сложное, рельеф не позволял, но профессионализм подрядчика справился с этим, и мы видим такую замечательную школу. Строительство дополнительного корпуса на 360 мест стало возможным в рамках национального проекта образования, инсценированного президентом России Владимиром Путиным. Андрей Слепнев, Жаргал Цариндашиев, новости дня. Со следующего года сможем летать в Иркутск хоть каждый день. Ежедневные рейсы авиакомпании С-7 из Улан-Удэ в соседний город стали доступны благодаря поддержке правительства Бурятии. Сейчас вылеты осуществляются три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. В декабре на сайте С-7 уже заявлено 4 частоты, прибавится рейс в понедельник. А с 4 января дневные рейсы по маршруту станут выполняться ежедневно. Напомню, полеты из Улан-Удэ в Иркутск занимают менее часа. Вылететь можно не только авиакомпанией С-7, но и Ир-Айро. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь. Скоро вернемся. Весь бизнес – это счеты. Нам дали много таблиц полезных, где автоматически просчетывается прибыль, выручка, налоги. Делать деньги. Бурятские школьники прошли курсы предпринимательства. Вопросы-то сложноватые. Вот для меня, для моего возраста. Но будем стараться. А что вы знаете о России? В Бурятии проходит большой этнографический диктант. На какие вопросы приходится отвечать участникам? На сцене оперного – солисты ведущих театров страны. Кто исполнил партию Енисея в спектакле «Красавица Ангара» и для чего приехали к нам артисты? Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи две упаковки пельменей для жарки по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Сочные фрукты в Абсолюте. Яблоки. Всего 72 рубля за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. «Чёрная пятница» в виде «Оптика Плюс». 10, 11, 12 ноября. Скидки от 20 до 50% на всё. «Чёрная пятница» в САДЭМ. Все удобрения и грунты со скидкой 40%. С 8 по 15 ноября во всех магазинах САДЭМ. Скидка 40% на все товары. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Ваш качественный отдых – наша задача. Для детей и взрослых – эко-курорт Кука. Детские игровые комнаты с аниматором. СПА. Четырёхразовое питание. Мы знаем, что для вас важно. Телефон в чите 2109-11. Спасибо, что остаётесь с нами. Это «Новости дня» и мы продолжаем прямой эфир. Как вести торговлю, считать себестоимость товара и определять маркетинговую стратегию? Всё это теперь знают даже школьники Бурятий. На днях в столице завершился недельный обучающий курс по основам бизнеса. В финальный день ребята должны были выступить с готовыми проектами. Какими – выяснял Базарев Шеев. Я выбираю налог на профессиональный доход. Не только потому, что у меня 14 лет, но и потому, что для меня такой налог самый наивыгодный. Услышать подобные рассуждения из уст молодёжи уже не редкость. Время диктует свои требования. Сейчас бизнес – это не просто тренд, но и отдельное направление в сфере образования. Без особых знаний и навыков разобраться самостоятельно будет тяжело. Батар Харамакшанов об этом знает. Сейчас он учится в 11 классе и скоро отправится в свободное плавание. Узнать о профессии предприниматель ему помогли в гарантийном фонде Бурятии «Центр Мой Бизнес». Меня вообще тему бизнеса всегда интересовало. Я захотел поучаствовать. А тут ещё и призы классные. Это вообще круто. Весь бизнес – это счёты. Нам дали много таблиц полезных, где автоматически просчётывается прибыль, выручка, налоги. И очень важно – это юридическая сторона тоже. Много узнал, проконсультировался. Много вопросов, которые были для меня актуальны, я их решил на этом тренинге. К подготовке предпринимателей здесь подходит комплексно, а главное – бесплатно. Тренинги, обучающие курсы, лекции – в целом всё то, что будет полезно в будущем. Одногруппница по направлению Амира также захотела узнать о бизнесе. Уже в восьмом классе девочка видит себя бизнес-вумен. Для финального задания она выбрала проект «Бьюти-сферы». Моя организация – это салон красоты. Я выбрала ИП для него. Есть риски того, что к тебе не будут приходить. Потому что большую часть расходов нужно определять на рекламу. Риски есть везде, а особенно сейчас, когда многие процессы становятся автоматизированными. И в случае форс-мажора интенсив «Время твоих идей» должен помочь детям устоять на плаву. Не каждый школьник, не каждый выпускник школы может рассчитывать на то, что он получит рабочее место обязательно, как это было, допустим, в нашей молодости или в молодости наших родителей. Поэтому он должен быть готов к тому, что даже если не найдется для него рабочего места, созданного государством, он сам сможет создать для себя рабочее место. «Интенсив «Время твоих идей» проводят уже в третий раз в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным и гарантийного фонда «Бурятии». Эксперты отмечают, что с каждым годом детские бизнес-проекты становятся все продуманнее. Также растет количество школьников, которые уже зарегистрированы как самозанятые. В итоге лучшие получили дипломы и подарки от партнеров, которые школьники могут уже пустить на развитие своего дела. А вот что можно получить студенту за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской, творческой или общественной деятельности, расскажет Дмитрий Гомбоев. Он побывал на церемонии награждения лауреатов республиканских стипендий и готов поделиться, кого и за что поощряли. Вот она студенческая элита. Сегодня ее ждут цветы, дипломы и стипендии. Здесь сегодня находятся самые одаренные, самые замечательные студенты, которые демонстрируют свои таланты в области науки, изобретательства, творчества, общественной деятельности. Стипендию давали за достижения самые различные. Кто-то свое хобби, занятие баскетболом сделал научным достижением и разработал алгоритм построения траектории полета мяча при броске. Кто-то отличник учебы, участник Олимпиад по лесному делу и является комиссаром студенческого специализированного отряда «Озеленитель». Я очень долго готовился к этому, участвовал во всех конкурсах, в международных, сколько раз уже выигрывали. И вот, научная деятельность свою. Большая стипендия. Ну, вот так. Еще одним награды вручали за победу на Всероссийской Олимпиаде по истории «Октябрьская революция 1917 года», а другим – за гран-при благотворительного фестиваля конкурса патриотической песни «Правда за нами». Стипендии я получаю за мои творческие победы, за мои культурные какие-то достижения, за то, что я участвую в таких больших конкурсах. Всего заявок на получение стипендии было 55. Выбрали из них чуть больше половины. Подобная мера поддержки учреждена почти 30 лет тому назад, и число обладателей республиканской стипендии перевалило за тысячу. Дмитрий Гомбоев и Бато Гармын. Новости дня. Как раз из таких идейных и вырастают настоящие профессионалы, которые болеют за свое дело и развитие Родины. Одним из таких был первый секретарь бурятского обкома Анатолий Михайлович Беляков. Сегодня в Улан-Удэ в память о нем была открыта мемориальная доска. При нем активно развивался Октябрьский район. В том числе появились новые дома в 18-м и 40-м кварталах. Также была построена больница скорой медицинской помощи, дворец детского и юношеского творчества. Речь, конечно же, идет об Анатолии Михайловиче Белякове. И сегодня этому видному политическому деятелю открыта мемориальная доска. Анатолий Михайлович жил и работал в Бурятии почти четверть века. В начале карьеры курировал стройки по всей республике. Затем стал первым секретарем Улан-Удэнского горкома КПСС. Вспомнить друга, соратника, начальника пришли все те, кто плотно работал с Белякова. Он умел подойти к каждому человеку. Вот даже устанешь, придешь, до девяти работали, до десяти вечера, в субботу, в воскресенье. Он всегда находил тебе такое слово, зайдет в кабинет и скажет, ну как ты выглядишь вот с такими людьми и вперед. И все, все уходило назад. В 1984-м Анатолий Михайлович возглавил Бурятию. Время было тяжелое, близилась перестройка. Тем не менее, республика продолжала развиваться. У нас развивались и строились производственные мощности, жилье, объекты социально-культурного назначения, школы, больницы, детские сады и очень много предприятий. При Анатолии Михайловиче появились такие промышленные гиганты, как Бурят Гражданстроя, Улан-Удэст, Альмост, СМП-834 и многие другие. За достигнутые успехи политик в 2004-м году получил звание почетного гражданина Улан-Удэ. Анатолий Михайлович внес самый огромный вклад в развитие города Улан-Удэ и в строительство его. И, наверное, деловые качества, умение организовывать и умение вести за собой людей сыграли на то, что действительно все то, что начиналось, оно сегодня продолжается. Скончался Анатолий Михайлович Беляков в 2017 году. Руслан Хороших, Алексей Ромашов. Новости дня. Мелодия родной земли растеклась по Бурятии. Фасад одного из самых высоких зданий в центре Улан-Удэ теперь как произведение искусства, доступное всем. Авторский мурал представил известный бурятский художник Зарикто Доржиев. Как теперь выглядит главная гостиница республики, расскажет Баир Цедыпов. Изображение на фасаде гостиницы Бурятия немного отличается от того, что мы привыкли наблюдать на улицах нашего города. Здесь легко узнается работа известного бурятского художника. Она выполнена в восточном стиле. Впрочем, как и большинство картин Зарикто Доржиева, Здесь же читается традиционная национальная культура в мужском образе и природа Бурятии в женском. Само воплощение получилось на отлично. Мне кажется, что город должен наполняться подробными вещами разных художников, разных авторов. Создание мурала стало одним из 29 мероприятий в рамках проектирования туристского кода центра Улан-Удэ. У нас есть голова Ленина, которую все знают. Теперь у нас будут муралы, про которые тоже, думаю, молва пойдет дальше. И по России, и они сами по себе становятся точкой притяжения. Мы еще поищем, где там сделать селфи-зону. Мурал готовили два месяца. Две недели организационной работы и столько же на художественную часть. Плюс логистика, специальные краски также доставила хлопот. Как результат – отличный арт-объект, четко намекающий на восточные нотки. Когда-то стены домов в нашем городе украшали хулиганы с баллончиками. Потом мы их объединили, начали работать, предоставлять поверхности, и появились такие нормальные картинки. Помните, да? А теперь наши стены украшают именитые художники. Это на такой добровольной, взаимовыгодной основе. Эскизы выбирали долго. Были предложения перенести на фасад одну из уже написанных картин. Однако после долгих обсуждений и 15 различных вариантов выбрали именно этот. Было сделано несколько разных предложений. До последнего никак это дело у нас не решалось. Потому что какие-то моменты для меня были не до конца понятны. Потому что столь монументальные вещи я, честно говоря, никогда не делал. Одно дело, когда ты отвечаешь за холст, пусть он там двухметровый, трехметровый, ну, 30-метровый стены, ну, это совсем другое дело. В дальнейшем работа по созданию таких арт-объектов продолжится. Фасады доверят местным мастерам кисти и краски. Осталось определить дома и исполнителей. В русском драматическом театре отметили День народного единства большим концертом. В этом году мероприятие отличалось от предыдущих. Чем удивляли зрителей, смотрите в следующем сюжете. Тема патриотизма витала в воздухе драматического на протяжении всего концерта. Зал был погружен в атмосферу, где в одной песне советский солдат пел с бойцом СВО. Кадры Великой Отечественной войны сменялись кадрами специальной военной операции. О том, что за ценой мы не постоим, говорило и руководство республики. Народ Бурятии призывали сплотиться. Совсем недавняя история. Вы слышали про нее, говорит президент, про наших ребят. Буряты не бегут. Это тоже про наше единство. И сейчас весь народ Бурятии сплотился, как один. Помогает нашим землякам, участникам специальной военной операции. И поднимает их в боевую дух. Сплотившись, мы создадим будущее нашей страны. Мы разные, действительно разные. Но мы продолжаем сохранять самобытность. И продолжаем уважать, и будем уважать традиции и обычаи каждого народа. Военная тематика сменялась и на мирное небо над головой, и на дружбу народов, особенно братских, особенно проживающих на одной территории. Звучали песни казачьи, плясали танцы бурятские и наоборот. Мне очень нравится. Люблю выступать вообще в целом. Вот эта вся суета, которая происходит, всегда волнительно, каждый раз, перед каждым выступлением. Что для вас этот праздник, День народного единства, лично для вас? Для меня этот праздник, когда все народы соединяются и живет одной большой дружной семьей. Этот праздник олицетворяет, получается, объединение всех наших народов, нашу многонациональную страну. Поэтому, действительно, очень важный и светлый праздник. Как публика вам сегодня? Довольно живая, яркая. Все народы должны, конечно, дружно жить. Мы всегда вместе, всегда дружно тут работаем, сколько наций. Мы очень хорошо живем тут. И поздравляю. Самое главное, что в мире, все было в мир, мирно и дружно. О том, что вражда не делает добра, гласит и народная мудрость. Как говорится, дружно за мир стоять, войне не бывать. Дмитрий Гомбоев и Сергей Медведев. Новости дня. А много ли вы знаете о своей стране? В Бурятии проходит большой этнографический диктант. 20 вопросов о быте и традициях народов России и 10 заданий, связанных с национальной спецификой каждого конкретного региона. Мой коллега Руслан Хороших посетил диктант и некоторые темы привели его в замешательство. Погружение в мир языков, народных промыслов, замысловатых географических названий и знаменитых деятелей науки и культуры. В очередной раз Бурятия присоединилась к большому этнографическому диктанту. Уже в восьмой раз находится российская акция о поддержании традиции, поддержании истории, культуры каждого народа в нашей многонациональной стране. И как раз сегодня предоставляется самая возможность проверить эти свои знания. Организовывает диктант Федеральное агентство по делам национальности. Там же составляются вопросы. Чтобы не мешать экзаменуемым, мы вышли из класса, где я поподробнее вам расскажу о заданиях. Всего их 30-20 из которых федеральные, то есть обо всей России. И 10 посвящены нам, нашему региону Бурятии. Самое что интересное, встречаются и такие вопросы, посвященные обычаям. Например, какой смысл имеет выражение «присядем на дорожку»? И варианты ответа – вспомнить, не забыто ли что-то, мысленно представить дорогу, чтобы дорога была легкой, чтобы уберечь отъезжающего от неприятностей. Честно признаться, я и сам не знаю ответа на этот вопрос, но регулярно соблюдаю эту традицию, прежде чем отправиться в дальний путь. Здесь же вопрос о законодательстве, быть и малочисленных народов и много чего еще. Проверить свои знания пришли все, от мала до велика. Надо это, конечно, это надо очень хорошо знать историю. Ну, сложно. Но будем, да, вопросы сложноватые. Вот для меня, для моего возраста. Но будем стараться. Идея проекта родилась в Удмуртии в 2016 году. Местные энтузиасты решили по аналогии с отальным диктантом по русскому языку провести ревизию знаний по этнографии. Затею восприняли на ура. Уже в 2018 году число участников достигло почти 400 тысяч человек. В 2022 году цифра стала еще внушительнее – более 4 миллионов. Руслан Хороших, Алексей Ромашов. Новости дня. На сцене оперного «Мольшие звезды». Енисея из спектакля «Красавица Ангара» исполнил артист из Московского театра имени Станиславского. Для чего в Алан-Удэ приехали артисты из ведущих театров страны, расскажет Андрей Слепнев. В основу спектакля была положена легенда о могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из-под строгого отцовского надзора. В образе «Красавицы Ангары» вновь блистала народная артистка Бурятии Лия Балданова. Я, исполняя роль «Красавицы Ангары», за главной партией, которую исполняла всегда Лариса Петровна Сахьянова. Это единственный национальный балет, который у нас остался с первых постановок. А сейчас ему уже больше 60, кажется, лет. Идет он у нас в театре всегда с неизменным успехом, с аншлагом и очень любимым зрителями. В музыке балета можно развышать мелодию бурятских песен и ритмы народных танцев. Этот спектакль занимает особое место в репертуаре театра. И сегодня мы его с радостью показываем. И сегодня в этом спектакле в главных партиях выходит наш народный артистка Республики Бурятия Лия Балданова и приглашенный солист Московского музыкального театра Станиславского Ивана Скорбина. Мы очень этому рады. Фестиваль балета, в рамках которого был показан спектакль «Красавица Ангара», проходил с 1 по 5 ноября при поддержке Министерства культуры России и Бурятии, а также правительства и главы республики. Андрей Слепнев, Бато Гармын, Новости дня. В Бурятии прошел фестиваль классической музыки «Махтал». Артисты из Якутии дали несколько концертов для жителей нашей республики и поделились своими дальнейшими планами. Вот так, без слов, зато сразу показав свое виртуозное мастерство, гости из Якутии решили начать встречу по поводу своего приезда. В этом году фестиваль классической музыки «Махтал» проходит с 23 октября по 8 ноября в Якутске, Иркутске, Уан-Удэ и Уан-Батаре. Большое спасибо, что приехали к нам, что рады нас вашим творчеством. Дайте нам возможность приобщиться, удовлетвориться, что мы можем именно в этот день, в этот год, в столетие республики Бурятия. Основным организатором фестиваля является Союз композиторов Якутии и Высшая школа музыки этого региона. Этот проект признан победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. С Союзом композиторов Бурятии мы давно знакомы, дружим. В основном мы встречаемся в Москве. И хочу пожелать вам, чтобы вы получили огромное удовольствие от нашей музыки. В рамках фестиваля в Уан-Удэ прошло множество концертов, лекториев и встреч. Андрей Слепнев, Алексей Ромашов. Новости дня. Оставайтесь на ТВКОМе. В 20.10 эфир продолжит специальный репортаж нашего корреспондента. Расскажем о том, как продвигался масштабный ремонт тепломагистрали номер 3, а главное, насколько надежны сети теперь и как реконструкция повлияла на экологию города. Смотрите в 20.10. Ну что ж, таким был этот выпуск. Я еще раз напомню его главные темы. Обрушилась крыша общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Из-за крупного пожара в торговом центре «Гвоздь» пришлось перекрывать сразу несколько улиц. На северо-западе Уан-Удэ закрыли 4 котельные. Теперь их функцию будет выполнять третья тепломагистраль, которую недавно модернизировали. Делать деньги. Брятские школьники прошли курсы предпринимательства и теперь всерьез задумываются о бизнесе. На сцене оперного солисты ведущих театров страны артисты участвуют в фестивале, посвященном Ларисе Сахьяновой и Петру Абашиеву. На этом у меня все. Наши новости вы также можете найти в социальных сетях и на сайте ТВКОМа. В студии работала Юлия Пермякова. Всего доброго. До завтра. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи две упаковки печенья «Фруктовый ларчик» по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Покупай в Абсолюте выгодно. Масло сливочное. Всего за 127 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. «Чёрная пятница» в виде «Оптика плюс». 10, 11, 12 ноября. Скидки от 20 до 50% на всё. Субтитры подогнал «Симон»!